Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения программа «Народный контроль», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. В одном из прошлых выпусков мы рассматривали виды топлива для отопления частных домов. И пришли к выводу, что альтернативы газу в условиях нашей республики попросту нет. Другие виды отопления просто не выдерживают никакой конкуренции. Сегодня же мы будем рассматривать немножко в другом аспекте, где газ выступает альтернативным видом топлива. Дело в отчем. Я немного такой консервативного плана, товарищ, поэтому считаю, что автомобиль должен ездить на том топливе, которое оно сконструировано инженерами и выпущено на заводе, на нефтяном топливе. Так ли это помогут разобраться наши сегодняшние эксперты? Я только сегодня узнал, что, простите меня, филолога, что бывают автомобили, которые изначально с завода предназначены для эксплуатации альтернативными видами топлива. Мы начинаем программу «Народный контроль». Ну, хвастаться невежеством, наверное, не суть приятно, да, но на самом деле реалии таковы. Многие разделяют, наверное, мою точку зрения, поскольку вот в ходе подготовки программы я слышу очень много плюсов газа, как топлива и так далее, и так далее. Но понять не могу одного факта. Почему сохраняется столько много автолюбителей, особенно частных автолюбителей, которые предпочитают все-таки именно нефтяное топливо? Кто начнет? Ну, давайте, наверное, я начну, потому что с этим рынком уже достаточно тоже поработали и, в принципе, предложили очень комфортные условия, скажем так, нашим клиентам. Но на самом деле сталкиваемся со стереотипами. То есть люди на самом деле консервативно подходят к вопросу, то есть и пока не попробовали, то есть довольствуются слухами, информацией какой-то, скажем так, не всегда имеющей подтверждение по факту. То есть, ну, на самом деле те, кто попробовали, они обратно уже не возвращаются. То есть это такая очень хорошая альтернатива топливу, то есть если человек действительно хочет работать со стоимостью своих поездок, со стоимостью топлива, то есть это решение вопроса. То есть, ну, другое дело, что это на самом деле сложившийся стереотип, который очень-очень тяжело, скажем так, перебарывается. И, ну, есть пример, допустим, Южной Кореи, которой понадобилось 11 лет, чтобы выйти на лавинный спрос на газ максимальный. То есть, ну, соответственно, нашей стране тоже надо какое-то время, нашим людям нужна привычка, нужно попробовать и нужно понять. — Отлично, ваш ответ принят. Давайте включим режим дебатов. И на очереди представитель нефтяной, скажем, компании, крупнейшего поставщика нефтяного топлива. Все-таки, на самом деле, я не умоляю ту социальную ответственность, которая... Факт в чем? Я вот до начала эфира говорил, что да, газ это, наверное, хорошо, это, наверное, экономично, но этим больше страдает Якутск. Что касается отдаленных поселений и так далее, то основную ношу берет на себя, конечно, поставщики нефтяного топлива. Давайте, вот ваше слово теперь, товарищ Никитин. — Дмитрий, наверное, разрушу ваш филологический мозг, если скажу, что и «Газпром» производит, на самом деле, топливо из газа, с использованием газа. Более того, существует поручение Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, о необходимости внедрения технологий по переработке газа и использованию его в максимальном народном хозяйстве. Вы знаете, что вышел запрет на сжигание попутного газа при добыче нефти, и это абсолютно правильное решение. А вот реализация этих решений, вы говорите, центральная группа районов Республики Саха-Якутия на сегодняшний день находится в альтернативном использовании как топлива ЕТЭК, так и топлива метановом исполнении газа. Но это, в первую очередь, проблема сбыта. Мы можем реализовать на сегодняшний день, в соответствии с НИПами, ГОСТами, строительство отдельных автозаправочных станций. Отдельно нефтяных, на нефтяном топливе, отдельно на газовом топливе. ГОСТ так предусматривает. Хотя операторно, емкостной парк, меры безопасности, они все идентичны. Вот компания Саха-Нефтегазбыт, реагируя на обращения жителей, например, поселка Белая гора Омского района, привезли товарный газоконденсат. Люди самостоятельно берут, покупают газоконденсат, смешивают с гостовским бензином и используют для поездок на снегоходах. Сами пришли к этому и пользуются им. Вот для того, чтобы не было потерь у ЖКХ, мы пошли на этот шаг и привезли им товарный газоконденсат. Для того, чтобы развить сеть для нужд сельского хозяйства, для парка автобусов, муниципальных и прочих, мы планируем не строить отдельные заправки. Мы сейчас прорабатываем с научными институтами и на уровне внесения изменений в ГОСТы и СНИПы возможность объединения этого комплекса в одной АЗС. Тогда мы наверняка станем партнерами в реализации этой программы, которая поручена главой государства. Ведь все-таки основной критерий, какие бы ни были побочные эффекты, их можно нивелировать. Основной критерий это цена. И качество. И основной критерий это возможность, а точнее нерациональность выброса такого огромного мощного ресурса, как газ, из экономики страны. Это моё мнение. МОС мой окончательно сломан. Я не верю своим ушам. Крупнейший поставщик традиционного топлива говорит, что он готов перейти на реализацию газового топлива. Вы нас на традиционных и нетрадиционных не берите. На самом деле за этим будущее. Безусловно, мы не исключаем потребление традиционного вида топлива. Более того, оно нужно. При наличии газа оно нужно традиционно для запуска двигателя и для каких-то дальних поездок. Когда ты едешь куда-то в отсутствии заправок, ты всегда можешь взять с собой канистру бензина, доехать до определенного места, пока не кончится газ. То есть на газе дальше продолжить свой путь на бензине. То есть мы это не исключаем. Но, безусловно, тот ценовой диапазон, который сейчас предложен по газу, как по пропан-бутану, так и по метану, он, безусловно, выглядит гораздо лучше. То есть эффективность увеличивается в два раза. Сан Саныч, миф, давайте немножко порушим мифы. Есть очень много мифов, возможно, которые сложились в 90-х годах, которые, когда ворота гаража вылетают вместе с хозяином, когда происходит какой-то взрыв оборудования и так далее. То оборудование, которое вы сегодня внедряете активно на рынок, я имею в виду Экогаз, газ, насколько оно видоизменилось по сравнению с теми газобаллонными установками, которые у дяди Васи в гараже ставили? Ну, безусловно, то оборудование, которое сейчас устанавливается, это оборудование четвертого поколения. Мы, в принципе, с нашими партнерами ведем обсуждение уже шестого поколения. То есть потому что пятое поколение это гибридное, то есть оно не совсем в наши условия попадает. То есть я объясню, в чем как бы суть. Если взять оборудование первого поколения, то там впрыск, в принципе, газа ввелся в карбюратор, то есть любая утечка газа приводила к взрывам. То есть сегодня оборудование установлено таким образом, что впрыск ведется в коллектор через свои специальные форсунки. И это, безусловно, на безопасность повлияло кардинальным образом. А то, что будущее, и, наверное, это будущее, это может быть следующего года, то есть сейчас уже презентации прошли вот этого оборудования, это газ, прямо не приводя в газовую фазу, он вбрасывается через родные форсунки автомобиля прямо в цилиндр. То есть вот это еще новейшая технология. И, конечно же, когда оборудование было первого поколения, оно давало, скажем так, ну, некий, наверное, негативный эффект. Машина как-то, может быть, слабже двигатель у нее тянул там, и это ощущалось. То сейчас этих ощущений абсолютно нет. Ты, в принципе, едешь на газу, ну, в зависимости от тех настроек, которые тебе сделали, ты можешь ехать даже лучше, чем на бензине. Потому что ресурс есть, скажем так, и поэтому мы стараемся вот в своем, скажем так, сервисном центре, как газсервис, который, мы стараемся произвести настройки так, как ездит человек. Вот человек садится за автомобиль, он поехал, он нажимает на газ, как он любит. Наши специалисты говорят, езди, как ты ездишь обычно каждый день. И они выстраивают вот эту систему именно таким образом, чтобы она была максимально подстроена под то, как ездит вот этот человек. Соответственно, ну, и меры безопасности, они, безусловно, там, уже предусматриваются этим оборудованием. Установлены дополнительные клапана, которые отключают газ в случае его утечки, то есть, ну, и, наверное, это исключает. Ну, а по поводу того, что вылетает ворот, они, в принципе, и на бензине могут вылететь, то есть, вопрос того, как ты на это реагируешь. Если, конечно, ты возле бака куришь, то рано или поздно к этому придешь. То есть, а если ты понимаешь, что какой-то запах неопределенный появился, то есть, и ты вовремя на это реагируешь, ну, ты просто, наверное, как-то защищен внутренне от этого. А все эти манипуляции вот с этим оборудованием, да, вот есть мнение такое, есть же такое явление, как колумбак, да, есть их регламент, который запрещает использование колумбаков, да, а вот эти манипуляции со всем топливным, скажем так, топливной линией автомобиля, это не является аналогом вот того же колумбака? Нет, нет, абсолютно нет. Ну, отчасти можно сказать, что это дополнительный бак, это дополнительный бак, установленный на автомобиль, то есть, на автомобиле остается свой, и плюс имеется еще дополнительный бак. Но техрегламент почему так безжалостен вот к этим дополнительным бакам, которые дальнобойщики ставят, и почему лоялен к... Ну, не сказать, что лоялен, последний год, скажем так, ну, удивительно для меня, то есть, ну, и, наверное, для всех потребителей удивительно, что изменило законодательство, то есть, и на самом деле, меры стали достаточно жесткие, то есть машину нужно в ГАИ зарегистрировать, то есть нужно провести ее осмотр до, после, то есть и, как говорится, внести соответствующую запись в ПТС. То есть это заводское сертифицированное оборудование, поэтому оно, в принципе, проходит вот эту регистрацию. Я думаю, что с дополнительным баком заводским сертифицированным, наверное, тоже вопрос решается. У нас же привычка колымбака какого, то есть сваренный с листа металла, установленный в кузов. То есть это не сертифицированное. Если сейчас свистопляски с багажниками происходит, я ничему не удивлюсь, на самом деле. Ну, рано или поздно, что смогут запретить. Что касается транспортной безопасности, вот представитель пассажирского предприятия, которое осуществляет пассажирские перевозки конкретно на городских, на междугородних линиях, как этот аспект эксплуатации вот именно газового оборудования на пассажирских транспортных средствах, которые осуществляют конкретно маршрутные пассажирские перевозки? Вот давайте, ваш печальный или, наоборот, веселый опыт? Опыт, он абсолютно не печальный, достаточно нехороший. Здесь было принято решение еще в далеком прошлом. С 2001 года все коммерческие автобусы, так называемые наши пазики, они все были 100% переведены на пропан-бутан. И экономия, она говорит сама за себя, то есть сегодня цифра очень такая внушительная, это миллион рублей в день. То есть все автобусы городские экономят, это почти 400 миллионов в год, то есть на разнице топлива. Основной причиной было то, что у нас подорожало топливо, и для снижения эквивалентационных затрат были автобусы переоборудованы. Ну, за практически 20 лет нету печального никакого опыта. Единственное, что, конечно, огорчает, почему заводы-производители, вот с чего сегодня упомянули Сеул, почему Южная Корея очень активно стали делать машины однотопленный, двухтопленный, которые в заводских условиях оборудованы этим оборудованием и позволяют владельцу самому определиться, использовать то топливо, которое ему нравится, то есть на котором он готов. Почему только сейчас у нас вспомнили, что надо, оказывается, автобусы и грузовики делать на газу, там, делать альтернативным топливом. То есть это, конечно, очень плохо, но, по крайней мере, как говорится, лед тронулся, сейчас все это есть, то есть реально все работает. И у нас в городе, я считаю, что создано достаточно очень такая оптимальная сегодня обстановка, что есть право выбора, то есть можно ездить на метане, и можно ездить на пропане, и можно на дистоплю, на бензине, кому на чем больше нравится. Ну и самое главное тут надо понимать, что если машина эксплуатируется максимально, то есть как вот автобус по 14-16 часов в сутки, то альтернативы-то нет, то есть экономия, она налицо. Ну, к примеру, сегодня вот эксплуатация дизельного ЛиАЗа, то есть предприятие обходится по затратам на топливо 8-9 тысяч рублей в день на топливо, то автобус, который на метане, он от 2800 до 3500 рублей в день обходится, то есть это затраты на топливо. Три раза? Практически в три раза. Ну, появляется там немножко дополнительных затрат, которые соответствуют при эксплуатации, то есть 50% экономии это точно есть, то есть без всяких вопросов. То есть в два раза дешевле, то есть сегодня эксплуатируют топливо. Поэтому чем больше будет таких машин, тем будет активнее развиваться именно потребление газового топлива. Игорь Юрьевич, падает паспорт. 8-9 тысяч в день, это сколько у него потребления в литрах? Это порядка 160-200 литров в день за две смены рабочие. 160 литров это 5000. 100 литров 5000, плюс еще 3000, 8-9 тысяч получается. 60 литров. 50-120 литров это получается. Топлива сегодня стоит 51 рубль 20 копеек. Метан у нас сегодня стоит 18 рублей за куб, пропан 21 рубль. Последняя наша надежда, последний оплот, последний бастион, да? Подождите, подождите, но я зато теперь... Один грех с меня снят. Из-за подорожания бензина подорожания перевозок не происходит. Все уже теперь как бы на ваши плечи, товарищи. Но тут есть такой другой момент, что газ почему-то тоже иногда дорожает, как я очень плохо рассказывал. Это, наверное, неизбежно. Все-таки я хочу свою мысль. Дизели, тот вид двигателя, который дольше всех сопротивлялся переходу на альтернативные виды топлива. И вот они падают. Как Руслан Юрьевич говорит, уже активно и дизельные двигатели используют альтернативные. Давайте, Руслан Юрьевич, ваше предприятие уже 12 лет внедряет. Мы на этом рынке работаем 12 лет. Еще 10 лет тому назад мы начали переводить дизельные машины. Но тогда была технология оборудования, скажем, первого поколения. И оно, в принципе, работало в газодизельном режиме только в момент, когда машина работала, двигалась и так далее. На холостом ходу оно работало только на дизельном топливе. И, конечно, экономика была хорошая, но недостаточная. И вот сейчас буквально на днях мы ждем представителей «Италгаза», которые должны с нами смонтированные дизеля пустить в эксплуатацию, которые должны с начала момента, как запустили двигатель, так и остановили, до этого момента работать в газодизельном режиме. Это одно дело. Второе дело, значит, в прошлом году правительство Российской Федерации предоставило 5 миллиардов рублей субсидий для производства газовых машин. За эти деньги произвели 1600 автобусов, 1400 КамАЗов и 400 легковых машин. Это газели там и так далее, и так далее. К сожалению, наша республика приобрела всего-навсего 8 газелей, это 5 теплоэнергия и 3 лор. Хочу привести один пример. Два года тому назад в жилкомсервис приобрел 19 КамАЗов чисто газовых, чисто газовых. Это 13 фекалок и 6 самосвалов. И вот я время от времени считаю, как же они работают у нас. Они за два года сэкономили на разнице дизельного топлива, цены дизельного топлива и газа 52 миллиона рублей. Это деньги. Это большие деньги. Также неплохо работает, вот Сергей Николаевич сказал, Лиазы на метане, значит, прекрасно экономят. Ну, хотелось бы сказать, что... Почему в республике начали мы с того, что это плохо идет, да? Одно, конечно, тянет, что вот бензин дорогой, надо перевести на дешевый вид топлива. Но этому надо помогать. Я всеми привожу пример Татарии. В Татарии в прошлом году перевели на газ 800 единиц техники. По всей России 200, кроме Татарии, да? С Татарией 1000, а в Татарии 800. Почему? Татария приняла государственную программу перевода автотранспорта на альтернативное моторное топливо, на метан. Татария приняла постановление любой физическое лицо, юридическое лицо. Если захочет переоборудовать машин, он ставит в известность 50% ему датирует бюджет Татарии. И вот на этом основании вот они 800 машин в прошлом году переоборудовали. Мало того, 100 автобусов купили. Вот так Татария беспокоится о себестоимости перевозок, о себестоимости своей вырабатываемой продукции. Наше будущее, я считаю, что действительно, это прежде всего надо переводить дизельные машины. Газодизельные решим, покупать их, значит. Кроме того, мы два года тому назад построили в Нижнем Бестяхе установку по сжижению природного газа. Мы считаем, пропан это, извините, пожалуйста, вчерашний день, метан это сегодняшний день, а завтрашний день, это, конечно, сжиженный природный газ. Преимущества у него много. Вот сегодня говорят, надо строить карбамидный завод, надо строить метанольный завод, а мое четкое убеждение, надо строить завод по сжижению природного газа. Для чего? Во-первых, газифицировать все отдаленные населенные пункты. Не надо строить газопроводы, надо газ возить. Во всем мире, на расстоянии 100-200 километров от тех станций, которые, как наша ГНКС, КСПГ, давайте вот к этому списку мы сразу после рекламной паузы вернемся, который неизбежно, вот только-только начинается самое интересное, как всегда реклама. Сразу после рекламы про газ в виде топлива. Программа «Народный контроль» продолжает свою работу в прямом эфире, и мы остановились на том, что наш Аксакал Руслан Юрьевич буквально в режиме шторма предложил построить в Центральной Якутии завод по сжижению газа. Давайте вот с этого места... И что мы от этого должны получить? Во-первых, газифицировать все отдаленные населенные пункты, не строить туда газопроводы, а газ туда ввозить. Это первое. Второе. Автотранспорт надо переводить на СПГ, чтобы дальнебойщики ездили на газе на СПГ, потому что запас схода на СПГ значительно большой. Третье. Мы все мучаемся паромными переправами, значит, их всех перевести с дизельного топлива на СПГ. Цена СПГ в два раза дешевле, чем дизельного топлива, соответственно, перевод... Ну, перевозка будет тоже, значит, хотя бы не увеличиваться цена, сдерживаться, значит, да. Можно перевести, значит, речные суда, трамваи можно перевести, самолеты можно перевести, все можно перевести на СПГ. Руслан Юрьевич, как заместитель председателя правительства в прошлом, он глобально размышляет. А иначе нельзя? Нет, безусловно. А мы сегодня что? СПГ производим, по железной дороге четыре разъезда мы отправляем туда газ, они его сливают, регазифицируют, и уже природным газом, газовом состоянии работают газогенераторы капстоуна. Нет проблемы тепла, нет проблемы света. Руслан Юрьевич, вы в перерыве сказали, что есть у вас наметки или проекты совместной автозаправочной станции на газе и на бензиновом топливе. Мы на самом деле такую работу сейчас ведем с научными институтами, и пока не видим этого выхода из тех регламента. Если он у вас есть, ведь дальность передвижения совмещенной дизельной, газовой установки, зависит от того, насколько безопасно это будет продвижение в Арктике. Сможет ли он заправиться, наш водитель, в следующем пункте. По логике, автозаправки должны располагаться через 60 километров. В соответствии с законодательством по трассе не менее 100 километров. Должна быть одна заправка от другой находиться. Вот для того, чтобы обеспечить и расширить эту сеть, вообще ее развить за пределы Якутска, тогда, соответственно, будет и техника меняться. Вот какой вопрос на сегодняшний день стоит. Вопрос научной проработки этого совместного проекта. Потому что иначе мы затраты совокупные по республике увеличим двое. Вы построите по одной заправке, это 90-90 миллионов, и мы построим еще 90 миллионов. Мы в одном населенном пункте должны будем построить три заправки, 180 миллионов, для того, чтобы обеспечить все три вида топлива. Вот в чем проблема. Вообще, я бы сказал еще сейчас один момент. В правительстве Российской Федерации лежит очень хороший проект постановления, это государственная программа развития альтернативного топлива, это метан, КПГ и СПГ. В чем она хороша? На 2018 год предусмотрено там 17,5 миллиардов рублей на строительство ГНКС. Если с этого куска пирога нам что-то достанется, мы взяли уже в аренду две заправки, одну в Верхневолюйске, другую в Намцах нефтяные заправки и на них мы поставим значит наше оборудование будут многотопливные заправки. Проблем, я считаю, нету. В России уже есть несколько многотопливных заправок, а одна, в принципе, вот у Александра Саныча многотопливные уже есть в городе Якутске, которая... В городе Якутске 11-й АЗС, которая по Покровскому тракту предусмотрена, она состоит из трех комплексов. То есть первый комплекс это жидкотопливный, второй комплекс это пропан-бутан и третий комплекс метан. Ну, метан мы пока не реализовали, скажем так, и на самом деле тоже пока смотрим, как говорится, на заправках вот цеха метана таких больших очередей там нет, то есть и заправок в городе хватает на сегодняшний день. Поэтому, чтобы не создавать это вот ненужной конкуренции, мы работаем, в принципе, в своем сегменте. То есть, а так, вообще в Якутске реализован этот проект и относительно двух видов топлива, то есть то же самое 7-я АЗС, вот напротив школы милиции возле авторынка, там тоже два вида топлива, то есть там реализован бензин и реализован пропан-бутан. В чем преимущество это? Все нормативы, пожарные, санэпидстанции и так далее, многотопленные заправки, они резко уменьшаются. Безусловно. И завтра будет вот Минэнерго рассматриваться на рабочей комиссии именно о снижении нормативов и стояночных гаражей для метана, значит, да, и вот заправок, все завтра будет это рассматриваться. Дай бог, чтобы быстрее оно вошло в жизнь. На самом деле топливо, оно в любом виде топлива, да, есть же двигатели, которые работают на спирту, да, не дай бог, конечно, чтобы в наших условиях это дело... Варварство. Да, варварство, спирт, куда, в бак, да я тебе, что-то типа такого, да, но я склонен видеть вообще весь топливный комплекс не как какой-то элемент конкуренции какой-то, да, не как то, что вот у кого-то кто-то выдирает кусок пирога, как некое дополнение. Там, где нет, допустим, условий Якутска, ну, чуть подальше, скажем так, немегюнцев и так далее, там выручают сеть АЗС нефтяных видов топлива, да, там, где есть альтернатива дорогостоящему нефтяному топливу, там выручают заправки, которые из Сахаметана и ЕТЭК реализованы уже. На самом деле, тут чаша-то такая, топливо это любое, дрова тоже топливо, да, по идее, если бы существовала станция там, не знаю, раздачи дров для самоходной повозки какой-то, ну, там бы тоже были бы очереди, на самом деле. Любая субстанция, которая... Не исключено, да. Да, давайте немножко уйдем о нюансы эксплуатации транспорта на газовом топливе, да, вот мы до эфира еще поговорили, сказали, что есть определенное правило, которое должен соблюдать каждый, кто перевел свой мото... Да, свой автомобиль на газ. Ну, на самом деле, правила есть, то есть, они предусматривают, что и гараж должен быть с вентиляцией, скажем так, для таких автомобилей, то есть... Причем с хитрой вентиляцией, внизу, да? Да, газоанализаторы должны стоять, то есть, ну, это решаемый вопрос, вот мы буквально недавно считали один проект, который в себе предусматривал вплоть до строительства заправки, то есть, ну, наш один из клиентов обратился, говорит, я хочу энергосервисный контракт, то есть, вы мне все посчитайте, включите мою заправку, чтобы она была моя, чтобы у меня в гараже полностью прошла вот эта вся реконструкция, то есть, со всеми вентиляциями, газоанализаторами, прочим, прочим, то есть, и мы это на самом деле посчитали, то есть, и вот инвестиционная часть, она на самом деле была такой огромной, потому что пожелания клиента были просто сумасшедшие, то есть, хочет отдельную заправку, то есть, ну, в итоге проект все равно за три года окупается, то есть, проект окупается за три года, то есть, это безусловно выгодно, скажем, а если у тебя единичный автомобиль, если ты не собираешь в кучу несколько автомобилей, то в принципе, тебе это все достаточно там, газоанализатор повешил, и достаточно, то есть, больше там не нужно ничего, поэтому, ну, наверное, вот это требуется, и плюс еще ко всему, ну, наверное, стоит обращать внимание на какой-то запах посторонний, если вдруг он появился. А три четверти бака? Не исключено. Три четверти бака чего? Ну, не заезжать в гараж, если ты заправился на газовой станции. Ну, безусловно, как сказать, не рекомендовано после заправки заезжать в гараж, потому что, ну, на самом деле, это физические свойства газа, то есть избыточное давление, то есть оно может привести к разрыву этого баллона. Более того, баллон и так изначально заправляется, не полностью, то есть место для расширения дается, но мы-то живем, скажем так, в достаточно экстремальных условиях, то есть мы с этой проблемой там не один раз столкнулись, что газ меняет свои свойства даже только от того, что на улице минус 50, а в гараже плюс 20. Газ начинает расслаиваться, такое тоже бывает. И, конечно же, если ты заправил автомобиль под самую горловину и заехал с таким перепадом, и у тебя газ пришел к температуре от минус 50 до плюс 20, ну, безусловно, это риск. Есть защиты, есть клапана, которые срабатывают, которые выбрасывают лишний этот газ, но, как сказать, для чего себе создавать такую ситуацию, когда ты, в принципе, можешь либо неполный бак заправить, либо заправиться, когда ты выехал из гаража, а не когда ты в него заезжаешь. То есть вот и все. Александр Александрович, а вот эти тароидные баллоны и так далее, если наехал на пенек, скажем так, нет риска получить разрыв? Ну, очень крепкий должен быть пенек, на самом деле. То есть мы сталкивались с тем, что там наши клиенты как-то быстрее отрывают бак, нежели чем его повреждают. То есть мы сталкивались с тем, что у нас клиент, допустим, там, ну, при движении там по бездорожью этот бак просто оторвал. Ну, оторвал, то есть он его привез, показал нам, что он его оторвал, мы его назад поставили. А такого, чтобы повредить, ну, это нужно, ну, не знаю, наверное, бывает какие-то ситуации. Промышленные условия какие-то иметь, да? Это уже какие-то очень серьезные условия. Супертистские. На самом деле, Дмитрий, вот смотрите, объективных и субъективных факторов много, да? Там детонация в гараже при запуске, заезд в холодную, теплое помещение, там, срабатывание на лодочных моторах. Но мы, я хотел бы вернуться к разговору, который начал Руслан Юрьевич. Ведь мы должны все-таки использовать этот вид топлива. Это, во-первых, с государственной точки зрения продумать, как обеспечить инфраструктуру для реализации этих проектов в возможных объемах добычи. Весь остальной рынок, он останется для топлива, которое мы завозим на сегодняшний день. Хотя вопросы строительства и нефти, перерабатывающих установок в республике Саха-Якутия, они тоже возможны. А вот вопрос о экономической эффективности, его же никто не отменил. Газовое топливо на сегодняшний день оно дешевле. Поэтому человек, конечно, будет выбирать между объективными и субъективными мнениями. В одной передаче, помните, на газе сел, нажал, он помчался. Вопрос, который необходим с точки зрения и безопасности, и с точки зрения потребителей, это контроль. Помните, мы обсуждали вопрос расформированной нефтеинспекции. И то, что на территории республики Саха-Якутия субъектов Дальнего Востока человек, который отвечает за качество реализуемого топлива, он один, он в Хабаровске находится. Чего так далеко-то? А вот в этом проблема достаточно огромная. Ведь контроль, который и вы проводите, якутск, вечерний, другие средства массовой информации, люди с таким вот анализатором ходят, китайским, понимаешь, там 114, у них октановое число, или 120. Игорь Юрьевич, буквально телефонный звонок давайте примем. Алло, алло, говорите в эфире. Добрый день. Да. Я третий год не могу найти установщика газооборудования для дизельного и машины своей. Якутской есть такой пластер? Всего-то. Давайте мы вернемся к чуть... Есть такой мастер, обращайтесь. Сахаметан, обращайтесь в качестве рекламы. Возвращаемся к... Вопрос контроля качества. Что мы предоставляем потребителю? Вот этот вопрос большой. Потому что слухов, домыслов по разным видам топлива их предостаточное количество. Вот такая она... У меня другой вопрос. Мы как потребители топлива есть большие опасения у меня. Вот сегодня почему так дорого дистоплива стоит, бензин? Сколько в литре акциз процентов находится? 13 рублей. Если мы берем не в литре, а в тонне. В тонне, да, да, да. 15 процентов. 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. То есть тонна стоит где-то 40 тысяч за тонн. Дмитрий, если брать налоговое и прочее, а вы акцесс платите? А акцесс куда? Почему у нас не акцесс они же платят? Акцесс еще будет прикручен НДС. Акцесс идет в федеральный бюджет, после чего распределяется по бюджетам федеральный сейчас идет отнего не водорода. Он идет в федеральный и потом распределяется через федеральный бюджет в бюджеты региональные и направляется на строительство дорожной сети. Вот здесь тоже проблема. Ведь по нашему подсчету, по подсчету экономистов компании Саха-Нефтегазбыт, та сумма, которую мы получаем с федерального бюджета, и которую мы отчисляем в виде акцизов, вы отчисляете, отчисляем мы, то есть каждый человек, который заправился на заправке, он заплатил часть акциза. И она должна вернуться на содержание наших дорог. А с моей точки зрения, это пропорция нарушена. Между федеральным центром и регионом. Нужно больше акциз, акциз меньше. Когда все перерывают на газовое топливо, где есть опасения, что акциз станет больше, и стоимость станет такая же, как у дизельного топлива, у газового топлива. Это миф, да? На самом деле, я вот о качестве говорю, что такое метан, все спрашивают, что такое метан, это шахта взрывается и так далее. Это природный газ. Мы в три года раз делаем сертификат этого газа. Мы ее отправляем в Москву, газ там ее делают. Это самый лучший чистый вид топлива. Никаких изъянов там, значит, и тогда ни воды, ни серы, ничего нет. Вот так. Ну, относительно вопроса цены, скажем так, и вот Игорь Юрьевич тоже сказал, можно там построить нефтеперерабатывающий завод. Безусловно, можно построить, и может быть, он повлияет на цену на 3 рубля, к примеру. Может быть. Но это не будет кардинальным решением. Кардинальное решение газа. Теперь отвечая на то, что не сменится ли цена на газ. Ну, безусловно, потуги уже были, обложить газ акцизами, но все понимают, что на самом деле, как сказать, мы к чему людей-то мотивируем. То есть, относительно того, что в дорожный фонд у нас не будут поступать деньги, ну, сейчас уже в стране есть там другие, платон, скажем так, другие механизмы, как это взымать. То есть, эти денежные средства там на ремонт и дорог. Поэтому такое, ну, вот, наверное, сказать со стопроцентной уверенностью невозможно, но глубокое убеждение, что на самом деле цена будет сохраняться на уровне там не выше 50%. То есть, мы в том числе, реализуя там этот проект, мы тоже считали свою инвестиционную модель, не переходя за этот барьер для себя. То есть, потому что мы понимаем, что, ну, на самом деле переход на газ должен быть чем-то мотивированным. То есть, и в первую очередь рублем. На самом деле, еще раз говорю, подытоживаю, возможно, да, нашу программу, еще раз, все, что касается тех субстанций, которые сгорают в двигателях, которые сгорают в котельных и так далее, и так далее, это, на самом деле, некие такие сообщающиеся сосуды, да? Одно дополняет другое. Там, где нет развитой сети газового топлива, приходит на выручку, еще раз, это главный для меня итог, приходит на выручку развитая за предыдущие года построенная сеть, которая, оказывается, к тому же, готова при соблюдении определенного техрегламента к реализации. И они и торгуют, кстати. Вы имеете тоже отношение к газовому, скажем так, бизнесу, да? Реализуя продукцию определенных нефтеперероваточных заводов, которые из газа буквально. На самом деле, Дмитрий, вы смотрите, наценка компании Саха нефтегазбыт, она составляет 4 рубля, да? Вот снабсбытовая и торговая надбавка. Независимо от того, что мы будем реализовать, дизельное топливо, артика, летнее, зимнее, 92-й, 95-й, газ, эта наценка будет одна и та же. То есть, для компании Саха нефтегазбыт, реализация товарной продукции, это основная задача. Реализация. То есть, хоть хлебом, да? На самом деле. На самом деле. Если это хлеб, опять же, зерно, из зерна же гонят в пив, и доторгуйте зерном. На самом деле, еще раз говорю, нет тут никакого такого острой конкуренции. На самом деле, все в мозгах людей. И каждый для себя, опять же, будет решать. Я вот решил, что мой французский двигатель будет ездить на том топливе, которое... Но, возможно, если я поставлю когда-нибудь, когда обеднее газовое оборудование, и у меня сознание поменяется. На самом деле, еще раз, дело в каждом. И каждый пусть делает выводы для себя, что ему выгодно, что ему безопасно, что ему, скажем так, прописано. Ну, то, что доктор прописал. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok